Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенным. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Боинг, империи рушатся, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги SkyWay, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционных проектов. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Друзья, приветствую всех. Сегодня у нас 30 мая, среда, 13 часов. Значит, по традиции у нас сегодня технико-экономический вебинар Skyway. Значит, друзья, у нас небольшое новшество появилось. Это по просьбе нашего IT-отдела из Skyway Capital. Мы начали с сегодняшнего дня еще и транслировать в ВКонтакте. В прямом эфире. Поэтому, помимо того, что идет трансляция в Верополисе, идет трансляция в Перископе, потом мы все это выкладываем по чатам. У нас и Вячеслав, и еще ряд наших таких очень активных бойцов пишут. И вебинар выкладывается сразу же, буквально в несколько минут, потом по всем ресурсам. Мы с Алексеем его еще потом выпускаем на Facebook и в Instagram по нашим каналам. Вот. И с сегодняшнего дня у нас еще идет ВКонтакте в нашей группе именно Skyway Capital. Так что давайте, друзья, будем все больше и больше охватывать медийное пространство. Потому что проект развивается, проект идет, соответственно, освещение ему надо все больше и больше. Итак, друзья, естественно, что начинаем с двух знаменательных дат. Вы видите уже на заставке, что до Эко-феста осталось 65 дней, друзья. Помните, что у нас отчет был 300, потом 200. Вот. Одно время мы считали до определения даты. Сейчас уже четко можно сказать, что 65 дней нас отделяет от того, как мы все соберемся в Минске, в Эко-технопарк, в Марьиной горке. И, соответственно, это будет праздник Skyway. Будем с вами, соответственно, принимать отчет от команды разработчиков, от команды конструкторов, от менеджеров проекта о том, что сделано. Будем слушать внимательно, какие планы нас ожидают на будущее. И, соответственно, своими глазами, руками будем смотреть, щупать. У кого-то получится возможность прокатиться. Обязательно такая возможность будет. А, да, Вячеслав правильно был спросить. Как видно, как слышно? Слышно и видно хорошо. Это пишут в ВКонтакте, в Перископе я уже видел. Значит, в комнате тоже хорошо. Но, ну, здесь уже техника более-менее настроена, поэтому все идет, ну, будем так сказать, более-менее в штатном режиме. Я сегодня на хозяйстве один. Алексей, вебинар сегодня подключаться не будет по мере, по факту очень серьезной загруженности. И мы с ним решили так, что на сегодняшнее то количество новостей, то общение, которое мы сегодня с вами будем делать, вполне достаточно, что я проледу сегодня один. В следующий раз мы будем вдвоем, а у нас потом там намечается мероприятие в Вероне, в Италии с нашими партнерами. Я не знаю, смогу ли я принять участие в нем или нет, по разным причинам еще пока определяется. Вот, потом у нас будет, по-моему, там, 13, 14, 15 июня уже обучение и большая встреча с нашими европейскими лидерами в Болгарии и в Варне. Вот, поэтому, друзья, график, соответственно, это то, что идет у нас до Экофеста 4 августа. Соответственно, друзья, давайте, мы постоянно, вы понимаете, что мы не можем не уделять этого внимания, не можем не говорить этому событию, до которого осталось 65 дней, это Экофест. Я думаю, что все понимают и значимость, и ответственность этого мероприятия. Сразу могу сказать, что мы готовим и от Skyway Capital, и от RSV, и от головной компании, готовится ряд сюрпризов, какие-то мы озвучим заранее, чтобы вы к ним готовились. То есть, какие-то будут именно, как такая приятная неожиданность во время проведения. Поэтому, друзья, это, конечно, праздник, это, конечно, очень ожидаемое событие. И в этом плане, друзья, каждый из вас, кто приедет в Марьину горку, он сможет прикоснуться и почувствовать, соответственно, сопричастность с вами делать. Потому что, как бы ни относились, скажем, сторонники проекта, те, кто называют противники проекта, сегодня то, что мы с вами делаем и то, что мы с вами делали, это очень, скажем, такой значимый факт. Даже по мере своей декларации того, что мы делаем. Я вчера проводил презентацию перед очень интересными партнерами, связанными уже с запуском платформы Транснет. Именно те, кто будут сопровождать и именно профессионально позиционировать платформу, именно платформу нашу Транснет в крипто-сообществе. И когда мы с ними было несколько предварительных встреч, проводил Алексей, потом наши разработчики, и вчера мне надо было просто с общей экономической позиции рассказать о том проекте, о том, что мы делаем, как запускаем. И, друзья, мне просто была интересна реакция. Это действительно профессионалы, которые проводят в месяц десятки ICO, запускают десятки проектов, именно с точки зрения крипто-направления и упаковки именно блокчейна и позиционирования уже именно в сообществе. И когда я им рассказал масштабность и рассказал перспективы, которые стоят перед платформой, и то, что делается, то интересна была реакция профессионалов. Они, честно говоря, откровенно сказали, что мы не ожидали услышать настолько продуманный, настолько серьезный проект, и особенно не ожидали, что он развивается здесь, в России, и демонстрационная площадка всех образцов есть в Минске. Всем кажется, что все должно новое и необычное прийти от Илона Маска из Америки, из Японии. В конце концов, уже Китай не удивляет, Южная Корея. Но о том, что сегодня передовая технология, о том, что меняет сегодняшний уклад цивилизации, приходит отсюда из России и с белорусскими инженерами, это, конечно, удивляет. Ну, и масштаб, и перспективы, которые есть, и это особенно, друзья, для меня было очень интересно. Мы специально с Алексеем выстроили так отношение, что именно презентацию, что я презентовал уже именно экономику, именно транснета, экономику технологии, которые несет Skyway, и именно взаимосвязь, то есть тот генезис, который возникает сегодня при связи инновационной транспортной технологии, которую мы с вами уже запустили, потому что сегодня отрицать существование технологии Skyway, это так же глупо, как и, допустим, отрицать сегодня существование интернет-технологий. Если это есть, то есть, друзья, и что выросло, то выросло. И сегодня мы для себя ввели такую формулу, что после демонстрации роликов, если кто-то говорит, а я все равно не верю, я, друзья, говорю, все, разговор закончен, потому что с людьми, которые видят и говорят, что я не верю, ну, просто говорить не о чем. Даже когда будет все это ездить, приносить прибыль и строиться по всему миру, всегда найдутся чудо, будут говорить, а я в это не верю. Друзья, это не категория людей, на которые мы сейчас тратим время. Мы общаемся с профессионалами, профессионалами-инженерами, такие как Род Хук, такие как Сергей Гришин, бывший замминистра железной дороги. Много сегодня приезжало и приезжает профессионалов, специалистов, которые видят и которые включаются в эту работу. Мы общаемся сегодня с профессионалами блокчейн, которые сегодня видят и знают, как создается цифровая или цифрованная технология и токенизация на бизнес-процессах. И когда они видят, и мы показываем о том, что на Экофесте готовится уже демонстрация стенда, где будет синхронизация движения юнибайка, юникара по кругу, по кольцу, которые будут возить пассажиров, возить грузы. И параллельно будет показана демонстрация движения уже транзакций и движения токенов реальных с баланса на баланс. Для профессионалов, друзья, это производит просто неизгладимое впечатление и никто не может поверить, что это уже создано. Поэтому я могу сказать, что за эту неделю у нас появилась такая очень существенная поддержка именно с точки зрения профессиональных команд, которые продвигают блокчейн именно уже в реальную экономику. И когда я еще начинаю объяснять, что мы покажем уже дронов, которые будут строить удаленные опоры в труднодоступных местах и все управление и учет, что все экономики движения и экономики производства будет происходить уже на токенах, которые мы запускаем, и, соответственно, все это будет в единой информационной системе, то это, конечно, друзья, сейчас вызывает такое ощущение, такое чувство, что мы хотим это увидеть. И, естественно, что люди, которые помогают именно позиционировать и выводить платформу, первое, что они говорят, мы обязательно приедем на Экофест, мы обязательно приедем на этот праздник и мы хотим сами своими глазами увидеть. И здесь я, друзья, как раз, если в прошлом году мы разносили такие делегации, говорили, что большое количество людей будет неудобно мешать, то здесь, друзья, как раз мы готовим несколько таких мероприятий одновременно на Экофесте для того, чтобы все остальное, во-первых, друзья, мы с вами как партнеры, мы с вами как инвесторы, мы с вами те, кто создал эту технологию, мы будем причастны к этому процессу. И сейчас готовятся несколько таких очень интересных вещей, это с нашей стороны, потому что будет подписано скорее всего, и мы, во всяком случае, это оформляем таким образом, чтобы прямо на Экофесте, Анатолий Главович Юницкий выделил там буквально 10 минут, и мы подписали соглашение с Кантоном и с мэрией Сен-Берданино о том, что мы запускаем проект совместно с мэрией Сен-Берданино о первом туристическом кластере с использованием SkyWay, и второе, что участвует будет в подписании именно уже платформа Транснет, как самостоятельный участник процесса, который будет размещать и привлекать инвестиции в этот проект, уже в адресный проект, через продажу токенов, то есть начнется вопрос токенизации и инвестиционного процесса, и дальше проекта развития Транснета. И мы, во всяком случае, все сейчас готовится к тому, чтобы мы именно на Экофест подписали такое соглашение, и мэр Сен-Берданино дал согласие приехать на Экофест, дать интервью, сам увидеть все своими глазами и подписать такое соглашение. Поэтому, друзья, для нас это такое уже очень значимое событие, и мы очень надеемся, что это все-таки произойдет, и мы доведем то, что сейчас планируется, до именно подписания. Вы понимаете, что в этом есть определенная ответственность, мы всегда, друзья, об этом говорим, потому что самое сложное, когда мы декларируем, и потом этого не происходит. И тогда некоторые там наши недоброжелатели начинают говорить, вот ты говорил, лучше бы не говорили, а потом подписали бы, по факту показали. Да, конечно, друзья, это лучше, и вообще, лучше вообще все построить, сделать, запустить, а потом уже это кому-то демонстрировать. Но у нас нет, друзья, роскоши во времени, в том, чтобы мы действовали таким образом. Мы перед партнерами открыты, и мы говорим, что мы сейчас все эти переговоры ведем, мы эти договоренности достигли, и мы надеемся, что это все произойдет на Экофесте. И, соответственно, если это произойдет, когда это произойдет, друзья, то мы с вами будем все участниками этого события, и, конечно, определенные риски, что какая-то сила может здесь этому помешать, всегда присутствуют. Но, друзья, мы не сторонники того, чтобы скрывать. Есть процессы, бизнес-процессы, которые идут сегодня с привлечением очень крупных, серьезных игроков и в Индонезии, и в Индии, и в Арабских Эмиратах. Там есть ряд вопросов, которые освещать нельзя. Здесь это проект не таких масштабов, и самое главное, что это уже публичное действие, направленное на размещение на платформе Transnet первого адресного проекта в центре Европы, в 80 километров от Милана, именно для создания первого туристического кластера, который дальше войдет в целую сеть умных деревень, которые будут создаваться по всей горной Швейцарии. И дальше мы надеемся, что это соединится и с горной Францией, и с перед горями Альп, эту трассу будем продлять до Милана. И вообще там очень и очень интересное такое направление. Так вот, старт этого направления мы надеемся запустить именно 4 августа на Экофесте. Еще одно тоже очень интересное такое важное событие, что наши партнеры, которые владеют месторождениями литиевой соли в Аргентине, это крупнейшие в мире месторождения, они также планируют приехать на Экофест и также подписать соглашение о том, что запускается проект с использованием технологии SkyWay, а это именно легкая трасса Юникатрака, которая будет бегать тут же на Экофесте, именно с применением этой технологии на добычу и транспортировку литиевой соли для производства литиевых аккумуляторов. Соответственно, владелец и очень крупный бизнесмен с Аргентины также планирует приехать, также все увидеть, встретиться с Юницким, дать интервью. И по возможности мы планируем еще и подписать соглашение именно с запуском этого проекта. И опять же, друзья, это новая логика запуска проектов, именно новая логика размещения, что этот проект упаковывается с помощью той платформы, которую мы сейчас инвестируем, это платформа Transnet, с помощью этого специализированного приложения создается, упаковывается проект, делает свою визуализацию, вся документация и экономическая, и, соответственно, демонстрационная для инвесторов. Дальше проводится согласование со всеми инвесторами, которые готовы участвовать в этом проекте. И дальше производится размещение уже специализированных токенов в платформе Transnet для запуска этого адресного проекта. Таких проектов у нас готовятся сейчас уже десятки и десятки, но первые проекты мы будем показывать. И это, друзья, публичная сфера, потому что размещение всех токенов, это будет абсолютно публичное мероприятие, и, соответственно, каждый желающий может войти в любой адресный проект. По каждому проекту мы будем вести, соответственно, по каждому такому проекту мы будем вести и серию вебинаров, и под каждый проект будет опущен свой сайт, под каждый проект будет работать своя команда по продвижению. Поэтому, друзья, нас с 4 июля, когда будет и проведено размещение, будет сама платформа представлена в Transnet, и будут показаны уже первые адресные проекты, которые готовятся к размещению. Это те, которые мы вам будем показывать. Также готовятся к размещению и проекты, связанные с Саудовской Аравией, и с Индией, и с Индонезией. И по мере того, это, кстати, друзья, и ответ тем, кто мне постоянно пишет, мне постоянно приходят на скайп, на почту, Алексею, всей нашей команде, вопросы, как запустить адресный проект. Вот, друзья, сейчас я всем отвечаю одинаково, что мы готовим приложение платформы Transnet, которое именно призвано своей задачей оформлять, упаковывать пакеты, готовить для размещения токены под адресные проекты, и, соответственно, запускать эти проекты. Там будут запускаться не только проекты, именно адресные SkyWay, именно по транспортировке, потому что есть еще очень много проектов сопутствующих. Вот, как я уже сказал, что один из примеров – это добыча и транспортировка, а потом изготовление литиевых аккумуляторов, потому что SkyWay будет являться крупнейшим потребителем литиевых аккумуляторов для того, чтобы аккумулировать энергию, которая будет генериться, соответственно, всей трассой. И каждая опора, и промежуточная, и анкерная у нас будет являться и накопителем энергии. Для этого надо огромное количество литиевых аккумуляторов. И, естественно, что это сопутствующий инфраструктурный проект, но он очень перспективный. И тот, кто изъявит желание участвовать в проекте по производству сначала добычи, потом транспортировку литиевой соли, а потом изготовление литиевых аккумуляторов, естественно, что это инвестиция в токен, который будет обслуживать очень серьезный и востребизнес, и он будет постоянно капитализироваться, потому что это перспективный бизнес. Тоже самое мы готовим. Следующие проекты – это уже и по расширению производственной базы, то есть по созданию уже самих заводов они будут идти точно по такой же логике, то есть проект оформления, размещения, привлечения инвестиций через выпуск специализированных токенов, которые будут потом идти на расширение производства. Также есть сегодня проработки направления все, что будет связано с добычей железной руды. Это то, что связано уже с производством путевой структуры. И дальше этот ряд, друзья, будет абсолютно не ограничен, потому что мы говорили, что транснет-платформа – это приложение, которое будет втягивать весь бизнес, который будет строиться вокруг транснет, спейс-транснет-пространства, который фактически втянет в себя всю экономику. Естественно, друзья, что это произойдет не завтра, не в один день, это процесс, который будет развиваться, но это говорит о том, что перспектива платформы транснет, она просто очень серьезная. И поэтому кто для себя примет решение входить в эту платформу, кто инвестировать именно в саму инфраструктурную, в само инфраструктурное приложение, тот определится, что он будет участвовать в одним из самых перспективных бизнесов. Здесь, друзья, сразу могу сказать, что для нас, как партнеров, как инвесторов, особенно те, кто входил на начальной стадии, друзья, мы ни в коем случае не забываем, и мы всегда будем учитывать интересы наших первых партнеров, первых акционеров, которые 4-5 лет назад для себя приняли самое рисковое решение, когда еще не оформилось конструкторское бюро, когда мы только декларировали о том, что мы будем создавать. Естественно, что для этих партнеров мы будем давать самые предыдущие предложения по участию именно в платформе транснет. Это не значит, что мы будем конвертировать сегодня обязательства SkyWay. Друзья, они сами по себе крайне интересны, они сами по себе и бизнес выгодные, поэтому не стоит сейчас их разменивать, конвертировать или тем более сегодня за бесценок продавать. Нет, друзья, но как право участвовать, то есть исходя из того, что мы сейчас эту линейку готовим, что если у вас есть определенный пакет, начиная с 500 тысяч акций, то вы будете иметь право на определенную долю вхождения в токен именно как сегодня инвестиции. Вы можете этим правом воспользоваться, можете не воспользоваться, но мы такое право будем давать всем, именно нашим SkyWay, всем, именно тем, кто давно в проекте и кто уже внес существенный вклад. И дальше при каждом размещении, при запуске каждого адресного проекта самое приоритетное, самое интересное, самое перспективное предложение мы всегда будем в первую очередь давать именно нашим инвесторам SkyWay, которые будут для себя принимать решение, участвовать или не участвовать, но еще раз скажу, такое право у них будет обязательно. И это наше, скажем так, и моральное обязательство, и в то же время, друзья, это наше обязательство как партнера, потому что мы говорили, что те, кто зашел на самой ранней стадии, это, друзья, люди, которые рискнули больше, чем все остальные и, соответственно, имеют сегодня преференции. Поэтому еще дальше по мере развития и проекта SkyWay, и Transnet, и платформы мы будем еще давать очень и очень много интересных преференций и именно выгод тем, кто является уже, скажем так, инвестором со стажем и кто рискнул и присоединился и поддержал нас как проект и Юницкого как инженера на самой ранней стадии. Поэтому, друзья, здесь не переживайте, особенно вторая стадия, что многие говорят, не понимаем, что такое токенизация, что такое блокчейн. Друзья, не переживайте, мы дадим все вам условия, начиная от того, что будем проводить обучение, как мы уже говорили, и такое обучение с завтрашнего дня мы начинаем, естественно, что тренируемся пока на кошечках, знаете, такое, то есть на директорах фонда SkyWay Capital. То есть мы сначала проведем обучение наших, скажем так, SkyWay-вцев, то есть там Инета, Ирина Волкова, Владислав, Володя Маслов, Евгений Кудряшов, я, ваш покорный слуга, Алексей Суходов. Ну, Алексей здесь из этой линейки несколько убивается, потому что он уже больше переходит сейчас в разряд преподавателей, а не тех, кому надо подавать. Я хотя тоже весьма погруженный темам, но все равно очень многие вещи еще надо и надо изучать, потому что тема очень сложная, друзья, очень сложная. И она не менее сложная, чем сам SkyWay. И то, что мы сегодня на платформе, в блокчейн-платформе свели, и, как мы уже не раз повторяли слово, генезис, то есть сделали объединение, слияние двух очень интересных, перспективных, инновационных разработок. Одна в сфере транспорта и коммуникации с точки зрения информации с точки зрения транспорта, услуг и энергии. И второе, это инновационная цифровая технология, все, что включает в себя блокчейн. И сейчас на платформе, тут, друзья, могу сказать, что это действительно уникальный момент, когда мы объединили инновационную, именно транспортную, промышленную технологию с инновационной информационной технологией. И сегодня эффект, который из этого будет, не может это писать никто. Мы, естественно, друзья, определенные вещи прогнозируем, на определенные вещи мы надеемся, но могу сказать, что результаты мы увидим только по факту. По факту размещения первых токенов самой платформы, мы его начнем именно 4 июля во время Экофеста, это будет старт, потом мы будем проводить до размещения в сентябре это развитие платформы. И сразу же дальше будем, друзья, готовить к размещению. И мы сейчас уже этим занимаемся именно первых адресных проектов. И это, друзья, старт нового этапа развития, когда мы действительно начинаем с вами формировать сеть адресных проектов. То есть мы с вами начинаем уже строить транспорты. И это не абстрактное с вами понятие, а это реальные проекты, реальные опоры, реальные трассы, реальный подвижной состав, реальная экономика, билеты, тонн на километр, литиевая соль и много-много чего, друзья, еще будет. И начиная вот с 4 июля, когда мы покажем, что мы не голосуем о привязке блокчейн-технологии к реальному транспорту, мы покажем демонстрацию стендов, которые покажут и продемонстрируют, как это все работает. Поэтому, друзья, 4 июля это еще для нас рубеж, начало фактически строительства и запуска транснета. И весь следующий год, друзья, к следующему экофесту, помимо того, что мы с вами увидим новые новинки, именно технические, которые реализованы в рамках инженерной школы Skyway, которую сейчас ведет Юнинский, мы с вами увидим еще и запуск и проработку уже адресных проектов, которые будут уже формироваться в Транснет. И все это объединяется через единую информационную платформу, именно которую сейчас мы создали, сейчас мы ее тестируем. И дальше, кстати, друзья, она, как оказалось, она работает не только сейчас на технологии Skyway. Мы начали сейчас применять и присматривать промышленными технологическими цепочками, и у нас появилось уже ряд партнеров, которые сегодня заинтересованы именно в токенизации технологических процессов. И вполне возможно, что со временем, не сразу первые проекты, друзья, конечно, это приоритет только Skyway, но не исключено, что технология может быть и распространена на другие промышленные и бизнес-процессы, которые могут оцифровать и которые могут быть именно описаны с помощью этой логистики. Потому что это универсальный инструмент, но я могу сказать, что более перспективного и интересного бизнеса, чем Skyway, я сегодня предположить и представить не могу. Потому что дальше начнется любимая для меня работа. Мы много с вами на вебинарах говорили. То есть помните, что мы еще три года назад, два года назад озвучивали вам наиболее перспективные проекты с применением Skyway. Это и Тамторское месторождение редкоземельных металлов, и Побегай, это месторождение в Якутии импактных алмазов, которые сегодня сделают революцию полностью и в металлообработке, и вообще в системе приборостроения. Это и новые месторождения, связанные уже, как мы говорили, с литием. Это Аргентина, Боливия, Монголия. У нас, кстати, очень интересные партнеры сейчас работают и готовят адресный проект по запуску целой сети таких промышленных объектов в Монголии. Тем более, что там очень интересный новый прошел президент не так давно, который является другом очень близкого человека в Skyway. Поэтому, друзья, дальше это все будет развиваться, но алгоритм и стандартизация закладывается сегодня, что все эти проекты с помощью платформы должны быть упакованы по единому стандарту, готовится выпуск токенов, и на каждый адресный проект идет размещение и привлечение инвесторов именно через механизм токенизации в каждый адресный проект. Поэтому, друзья, по обучению могу вам сказать, что с завтрашнего дня мы, директорский состав, проведем недельное обучение в три цикла. Мы скорректируем, на себе поймем, какие вещи надо в каком материале и в каком именно виде подавать. Дальше мы будем проводить обучение для наших региональных кураторов и лидеров, может быть включен туда топ-эксперт и экспертов. Ну и следующим, конечно, этапом, друзья, этот процесс начнется постоянно, он будет идти постоянным потоком. Мы будем уже всех желающих именно по накатанной методике уже обучать, что такое блокчейн, как работать с токенами, как работает с синхронизацией, как на этом зарабатывать. И, друзья, уже отвечаю очень многим вопросам, которые у меня сегодня, особенно пожилого возраста, которым сегодня трудно очень много информации сегодня понять, а тем более извлечь из нее какую-то прибыль, какую-то выгоду, я, друзья, по себе могу сказать, что очень многие вещи приходится понимать большим трудом, потому что действительно это очень интеллектуально сложный процесс. Поэтому, друзья, здесь мы будем делать следующие предложения, именно уже как от нашего фонда Skyway Capital, именно той команды, которой вы доверяете, в команде, в которой Евгений Кудряшов, Володя Маслов, Ирина, Иннет, мы с Алексеем, где мы будем вам предлагать уже делать трастовое управление, где вы можете и свои пакеты Skyway, и те инвестиции, которые вы бы хотели сделать в токены, передавать в доверительное управление. И мы, как команда профессионалов, будем выбирать уже наиболее интересные перспективные направления, зарегистрировать инвестиции, соответственно, беря перед вами обязательства о том, что какую долю прибыли мы будем вам гарантировать. Это, друзья, работа нормального, скажем так, рядового инвестиционного фонда, именно который занимается привлечением и управлением инвестиций. И, соответственно, точно так же мы для работы на площадке Transnet будем такую услугу. Она будет оформлена в виде специализированного пакета, который будет у вас в личном кабинете, где вы можете, соответственно, если вы желаете участвовать в проекте токенизации через платформу Transnet, но не хотите или не можете, или по каким-то другим причинам не собираетесь делать это самостоятельно, как самостоятельный групп, то вы можете доверить этой команде профессионалов, которые будут это делать за вас, гарантируя вам определенную доходность на, соответственно, ваши инвестиции. Поэтому такая тоже у вас возможность будет. Сразу могу сказать, что это ваш уже инвестиционный риск. То есть помимо того, что сегодня мы вам предлагаем инвестировать в венчурный проект, это Skyway и приобрести обязательства Skyway, которые будут капитализироваться сначала как интеллектуальная собственность, а потом уже как доходная часть адресных проектов. Соответственно, второе направление, которое мы сейчас вам готовим и в ближайшее время предложим, это специализированный пакет, который будет в личном кабинете, где можно большую часть инвестировать в Skyway, порядка 75-80%, а 20% инвестировать именно сегодня в платформу как самое перспективное направление. Это еще одно тоже, что в ближайшее время мы вам предложим и покажем. И, соответственно, скорее всего, это привяжем еще и к возможности потом инвестировать в платформу, потому что мы будем вводить ограничения на инвесторов, которые будут входить в платформу, потому что сегодня желающих уже очень много, а инвестиции, которые мы хотим привлечь для развития платформы, они не такие сегодня большие, как, скажем так, сегодня предлагает рынок. Поэтому у нас сегодня ситуация, когда желающих инвестировать больше, чем нам сегодня надо для этого средства. Поэтому мы, как я уже говорил, будем давать преференции для тех, кто уже в проекте Skyway и тех, кто эти преференции сегодня может приобретать, покупая специализированный пакет в личном кабинете Skyway капитала, где, я говорю, сейчас определяется, считается, 75 или 80% будет инвестироваться в акции Skyway, а 20% будет инвестировать уже в токенные платформы. Это такой смешанный пакет, мы его так и назвали, комби-пакет. Он сейчас пооформляется и все, наверное, или на следующем вебинаре, или через неделю мы все условия по этому пакету будем давать. И еще следующее предложение, которое мы будем давать, это уже на самой платформе через фонд капитал, Skyway капитал. Если вы хотите уже участвовать в этих ростах и падениях токенов, которые будут сопровождаться уже движение и развитие платформы, то мы будем вводить уже траст или доверительное управление, которое вы можете использовать. На мой взгляд, для инвесторов, которые сегодня с нами уже не один год, которые знают нас как команду, которые видят и на ваших глазах мы из тех, кто декларирует, перешли в категорию тех, кто демонстрирует и, соответственно, уже перешли к формированию сети Transnet. Если 5 лет назад мы говорили, что мы, запуская технологии, будем формировать сеть, то сегодня, друзья, опять же, можно к этому как угодно относиться, но те соглашения, которые сегодня подписываются и те, которые готовятся к размещению именно через выпуск специализированных токенов, адресных проектов, это, друзья, уже построение сети Transnet. Соответственно, это тот механизм, который мы сейчас запускаем и тот, который мы всегда вам, как нашим партнерам, будем именно предлагать в приоритете. И в дальнейшем нисколько не исключаем, то есть, во всяком случае, первый Алексей высказал такую вещь, что вот это нулевое окно, то есть самое выгодное размещение, мы будем предлагать все больше и больше нашим партнерам Skyway. И я не исключаю тот момент, что со временем наступит момент, когда эти проекты будут целиком финансироваться именно за счет краудинвестинга, за счет привлечения большого количества акционеров, не акционеров, а инвесторов, через механизм токенизации. Естественно, что, друзья, это будет не сразу, но по мере развития будем видеть, как это будет, соответственно, как бизнес развиваться. Очень многие вещи сейчас будут происходить и зависеть от того, именно как у нас пройдет размещение, поэтому, друзья, готовимся. Для нас это очень ответственный момент и запуск самой платформы, работа приложений, которые сегодня будут работать на платформе Transnet. Дальше это уже подготовка и токенизация первых адресных проектов, именно оцифровка адресных проектов. Дальше уже непосредственно сам процесс строительства и дальше, когда проект выходит на проектную мощность, начинает приносить прибыль. Это уже обратная связь и здесь очень интересно, как будет вести себя вся наша конструкция на платформе токенизации, когда будет этап строительства, то есть инвестиции. Это одна логика работы, а потом уже момент отдачи, момент работы бизнеса, как это все будет отображаться на росте котировки, на спроса, на токены, которые будут обслуживать тот или иной проект. Но, друзья, как, помню, я много раз приводил, как говорила моя бабушка, дай бог нам дожить до этих проблем. Но, опять же, как уже говорит классик сегодняшнего момента, что-то мне подсказывает, что мы сделали все правильно, мы запустили правильный механизм, значит, мы инвесторам дадим абсолютно понятный и прозрачный механизм вхождения и в саму платформу, и в адресные проекты. Соответственно, друзья, значит, этот механизм будет работать, значит, он будет востребован, значит, мы с вами будем строить транснеп. Итак, друзья, сегодня, так как я без Алексея и вопросы идут, давайте... Андрей, у нас есть наиболее интересные вопросы? Или давайте сейчас можете писать, я могу в чате отвечать. Значит, в чате ВКонтакте я писать не буду, потому что неудобно писать сразу на двух компьютерах. Там ребята у нас модерируют чат, поэтому не ответят. Андрей, давай так, сейчас пишите заново. Да, потому что все-таки мне надо было ту информацию, которую довести. Так, начальная цена токена. Значит, ну, начальная цена сейчас определяется, она будет задана на пресс-сейле, она будет установлена, которую мы дадим цену, а дальше, когда пойдет уже размещение и будет открыт доступ всех желающих инвесторов, которые готовы войти в платформу, то там скорее всего будет применен принцип аукциона. То есть не исключено, что начальная цена, которая будет на запуске на начальном этапе и к концу дня она будет очень существенно отличаться. Будете ли проводить SEO и какую сумму планируете привлечь? Ну, друзья, мы, как уже говорили, что 4 июля будем проводить пресс-сейл, то есть запуск размещения именно самой платформы. Какая сумма сейчас определяется, а максимальная сумма, которая нужна для развития, соответственно, самой платформы, она варьируется где-то от 15 до 20 миллионов долларов. Это для того, чтобы создать то приложение, которое будет выполнять все функции, все задачи для развития платформы. Сегодня по предварительным заявкам у нас от бизнеса, которые с нами и участвуют в процессе, эти инвесторы уже есть, но еще раз скажу и акцентирую на это внимание, что для SkyWave, для тех, кто в проекте, мы всегда будем давать преференции, всегда будем давать дополнительные льготные условия, которые будут отличаться от тех, кто входит сегодня в процесс. Какой печатный вопрос будет удобно отвечать на вопрос. Что дороже, токен или акция? Виктория спрашивает. Друзья, этого не может сказать никто. Токен и акция – это два абсолютно разных инструмента. И сегодня токен запускается только для того, чтобы запустить процесс оцикровки и привлечение именно с рынка блокчейна, там, где сегодня есть криптоинвестиции в SkyWave. Поэтому, что будет расти быстрее, так как это завязано на единую интеллектуальную собственность, то котировка и токенов, и акций будет между собой обязательно коррелировать. Олег Путин предлагает задать вопрос о SkyWave. Каждому 7 июня я уже задал. Ну, Владимир, я могу сказать, что не стройте иллюзий. Мы ни в коем случае не отрицаем и не уходим от взаимодействия с властями. То есть, вы помните, что и Юницкий встречался на различных уровнях. Я даже пришлось пообщаться и с премьер-министром Медведевым, и с Шоом нынче уволенным, и с Гварковичем нынче уволенным из правительства, и с Соколовым нынче уволенным из правительства. Поэтому, друзья, давайте не строить здесь иллюзий. Наша задача сегодня это делать то, что мы с вами делаем. У нас для того, чтобы запускать SkyWave и Transnet по всему миру, есть все. И платформа, которую мы сейчас с вами тестируем и запускаем как инструмент, как приложение упаковки и запуска адресных проектов, это как раз, друзья, демонстрирует, что мы с вами можем строить сегодня адресный проект в любой точке мира. И независимо от того, что от этого, что про это думает Владимир Владимирович или Дмитрий Анатольевич, или Вася Вестиперцев, или Вася Путкин. Понимаете? Нам все равно. Мы будем запускать проекты там, где власть, местная власть готова оказать содействие, где есть бизнес, который будет востребован, и это будет эффективный проект, и есть инвесторы, за деньги кого может реализовываться этим проектом. Поверьте, друзья, в мире очень много мест, где мы эти проекты будем выпускать, потому что по географии, где сегодня прорабатываются адресные проекты, как я говорил, что мы этот год прорабатывали предварительно, это сотни проектов, сегодня создан механизм, который будет их упаковывать и будет создавать инвестиционный инструмент, именно инвестпроводящую систему, как мы ее называем. Если краудинвестинг, то, что мы с вами сейчас занимаемся, это, можно сказать, краудинвестинг 1.0, то мы создаем уже на блокчейне токенизированную, соответствующую, отвечающую всему сегодня современному законодательству, систему, которую можно назвать инвестпроводящая система 2.0. Поэтому, друзья, все, что я сейчас вам говорю, будет изложено тезисно в боевом листке, который Леонид готовит, где все ссылки на все репортажи, которые проходят за неделю, мы будем показывать, все материалы, которые мы используем, они там будут указаны и еще, Леонид, обязательно поставь в этом новом боевом листке уже ссылку на группу ВКонтакте Skyway Capital, чтобы все, кто входит, и, соответственно, ее надо поставить в рассылку этот, и, Вячеслав, тебе тоже надо будет, когда рассылку по вебинарам делать, то помимо Фейсбука и Перископа комнаты в Мерополис, еще указывайте ВКонтакте, потому что ВКонтакте очень интересная работа идет, и еще, наверное, мы подключим ресурс Фейсбука, чтобы будет еще одновременно эта трансляция в Фейсбуке. Так, как минимум это будет хороший PR-класс, если вопросы зададут в эфире, а как максимум? И, конечно, давление снизу принесет свои плоды. Ну да, друг друга, поэтому это тоже действительно. На вебинарах говорил Маслов, что в адресах проекта смогут участвовать не менее-менее одного миллиона акций. Ну, это Володя как раз озвучивает вопрос, что мы сейчас эти цифры мы отрабатываем и понимаем, что общий принцип, я вам уже сказал, что те, кто инвестировал и тот, кто сегодня является обладателем определенных долей на сумму и на количество акций, они будут иметь преференции и в самой платформе, и в адресных проектах. Как это будет? Один миллион, пятьсот тысяч, два миллиона. Это, друзья, мы регулируем, когда поймем, как это работает. Сейчас сказать сразу в ход трудно, то есть называются цифры пятьсот тысяч и миллион. Это, друзья, пока вопрос прорабатываемый. Трудно сказать, какая конкретно будет цифра. То, что какой-то порог будем устанавливать, это однозначно точно. Ну, давайте, друзья, пишите, естественно, что никто вас не бросит, пишите, просто здесь есть очень много участников и когда вы инвестируете через шлюз, который используете криптовалюту, конечно, там определенные нюансы могут быть, поэтому я однозначно могу сказать, во всем разберемся, никто вас не бросит, все отрегулируем. Поэтому, если вы имеете желание, как партнер, войти и уже вошли, проинвестировали, то дальше все разберемся, все сделаем, пишите в техподдержку, вот, если какие-то нюансы будут возникать, ну, пишите мне, я тогда уже буду решать эти вопросы с финансовой службой, каким образом. Токены будут только для капитала? Нет, друзья, здесь нельзя сказать, что токены будут для капитала, это, конечно, преувеличение, это неправда, то есть все, кто сегодня в проекте Skyway, имеют все равные права, вот, поэтому сегодня мы отрабатываем механизм, как фонд капитал, то есть я не могу сегодня отвечать за фонды и Skyway Invest Group, и РСВ, главную компанию, мы сегодня через личный кабинет Skyway капитала, поэтому те продукты и те, что мы сейчас будем запускать, мы будем делать через личный кабинет Skyway капитала, кто туда захочет зарегистрироваться, потому что я знаю, что и Андрей Хавратов, и очень многие лидеры Skyway Invest Group не зарегистрированы в капитале, поэтому, друзья, здесь нет ничего как бы предуседительного, потому что наши сегодня IT-специалисты, которые есть в Skyway капитале, они работают с разработчиками платформы и они увязывают. Если со временем понадобится нам взаимодействовать и увязывать интересы и технические нюансы Skyway Invest Group или РСВ, мы это сделаем. На сегодняшний момент, как пилотный проект, как пилотную, скажем так, программу, то есть запуска пакета сначала смешанного, а потом специализированного пакета по управлению активами, мы будем делать через Skyway капитал. Может быть, со временем расширим это все до других фондов и других фондов. Пишите в Skype, я в Skype всегда отвечаю. Забудьте, пожалуйста, на мой вопрос по подписанию письма в ВУК. Да, Людмил Борисович, помню, мы с вами договорились сегодня после пяти общаясь на Skype. Адресный проект из бюджета будет финансироваться адресный проект. Не понял, что имеется в виду из бюджета. Если имеется в виду бюджет Skyway, то нет, это все прямое привлечение под каждый адресный проект, прямое привлечение инвесторов. И запускаться адресный проект на размещение будет только тогда, когда будет набран необходимый пул инвесторов, будет понятно, что этот проект, кроме инициатора, кому-то нужен. Соответственно, если имеется в виду бюджеты государственные, то есть муниципальные, региональные, либо федеральные, то мы принципиально запускаем позицию, мы не работаем и не участвуем в государственных программах. Принципиально. Нам государственные деньги от государства любого российского, белорусского, украинского, нам бюджетные деньги не нужны. Мы работаем только с частными инвесторами, только с частными лицами и частными компаниями, которые готовы инвестировать в инновационные проекты. Это наша принципиальная позиция, и мы ее будем всегда и везде декларировать. Дело в том, что, друзья, мы не делим сегодня вопрос. Так, Вадим, дайте, пожалуйста, мой скайп. Андрей, напиши, пожалуйста, мой скайп в этом самом здесь, в чате, чтобы все, кто хочет, пишите. Единственное, друзья, сразу предупреждаю, я принимаю всех в скайп, кто мне пишет, по мере того, как я отвечаю, но один раз мне приходит с любого скайпа предложение коммерческого плана, там инвестируете туда, делаете то, то есть с точки зрения рекламы. Я этот скайп блокирую моментально. Если это взломан, то значит взломан. Если вы рассылаете веерно и попадает это мне, не обессудьте, друзья, сразу же блокирую и исключаю. Поэтому никакой рекламы на мой скайп приходить не должно. Если есть вопросы, предложения, пишите по мере необходимости или есть что-то интересное. Я наиболее значимые вопросы выношу на вебинар. Если есть что-то значимое, значит я всегда списываюсь и отвечаю. Единственное, друзья, не обессудьте, если это не происходит сразу, потому что у меня скайп в режиме онлайн идет наполнение, если я хотя бы полдня его не просматриваю. Там скапливается так, что потом надо тратить не один час на то, чтобы с ним работать. Поэтому сейчас, когда пойдет, я под адресные проекты заведу специальный скайп, специальный чат. Поэтому там будем общаться именно по конкретным адресным проектам, кто будет туда ходить. Так, Олег. А механизм обмена долей РСВ на топе на базу уже проработан. Нет, Олег, он сейчас пока не то, что не может проработать, его не может существовать, потому что обмен токена, точнее, токен может быть конвертирован в акции, и это как обратный выкуп только тогда, когда будет его капитализация, когда будет рост. Соответственно, сначала надо обеспечить рост базового актива, и потом только за счет смарт-контрактов мы можем прописать механизм, когда эту прибыль мы можем направлять на выкуп. Пока этого механизма нет, об этом говорить рано. Поэтому мы математически это сейчас отстраиваем, виртуально это прорабатываем, но сам механизм, который мы можем объявить и запустить, это только после того, как начнется рост котировок токена базового актива. До этого, друзья, это сделать невозможно. Не разбавляет ли нашу прибыль токены? Ведь изначально говорили, что инвесторы получат дивиденды и с технологии, и с адресных проектов. Друзья, еще раз, не путайте одно с другим. Токены – это механизм, как инвестировать в адресных проектах, и соответственно, механизм, как участвовать в услуге, которые будет он оказывать. Он не о прибыли, не о дивидендах. Токены к акциям и токены к прибыли привязать нельзя. Токен – это инструмент, который позволяет подключиться к той услуге, которую будет оказывать адресный проект. Но это мы все на обучение будем рассказывать, поэтому ни в коем случае, друзья, нет. Поэтому другое дело, что можно предусмотреть, что будет, если котировка растит, то часть этой прибыли можно направлять через определенный механизм на выкуп обязательств. А дивиденды и все, что связано с адресными проектами – это, друзья, совсем другая тема. И сразу могу сказать, что мы сейчас не исключаем момент, что со временем мы сделаем вам предложение все акции поменять на токены. Но это будет не сейчас и только тогда, когда два этих инструмента начнут работать самостоятельно. Только тогда можно будет рассматривать эти предложения или эти варианты. На сегодняшний момент – это предварительный, это преждевременный вопрос, который можно задавать. И мешать их ни в коем случае не надо. Почему чиновники в том числе и говорят, что разработки струны не проходили официальные сертификации? Артем, я не знаю, какие чиновники подтверждают. У нас соответственно на руках сертификаты, которые проведены все испытания, акты, заключения. И сегодня уже прорабатывается вопрос о законодательном включении SkyWay именно в официально признанный чиновниками Беларуси вид транспорта. Этот процесс идет. И такое обращение, рассмотрение есть. А о чем вы говорите, я не могу сказать. Что со скоростной линией? Вот, друзья, начальный этап разгонный участок скоростной линии, вы все видели, она уже год построена и ждет своего часа, когда начнется ходовые испытания на низких скоростях высокоскоростного модуля. Это произойдет после инотранса в Берлине, который пройдет в сентябре этого года. Поэтому, как я уже говорил, сценарий, который сегодня выстроен, алгоритм, который отстроен, он сегодня повторяется. Что в сентябре 2016 года на инотрансе был продемонстрирован Unibike и Unibus. До конца года он был поставлен на ходовые испытания Unibike, потом Unibus. В течение следующего года проведена сертификация. Соответственно, на инотранс... Значит, дальше в 2018 году будет продемонстрирован соответственно скоростной модуль Unilet, который также в конце этого года, начало следующего года, выйдет на ходовые испытания сначала низкоскоростные, потом по мере того, как будет строиться скоростная трасса, он будет увеличивать скорость и к следующему инотрансу мы должны уже подойти с испытаниями и сертификацией скоростного модуля, то есть это к 2020 году. Это не говорит о том, что на этом будет поставлена точка. Сегодня уже Unibus задекларирована уже следующая Hyper-U технология, то есть когда будет уже показан концепт, и, наверное, это инотранс 2020 года, когда будет уже показан прототип уже гиперскоростной системы, где будет скорость 1250 км в час, и это будет объединено в единую систему Transnet, где на единой путевой структуре будет и низкоскоростной 150 км, и высокоскоростной 500-600 км в час, и гиперскоростной, который будет по вакуумной трубе в этой же эстакаде, соответственно, 1250 км в час. Это, друзья, единый концепт, и это все будет двигаться в единой мегике развития. Друзья, пишите, то есть все равно у нас тут хулиганов, которые сегодня пишут откровенную ерунду, это у нас Андрей все равно в общий чат не пускает, а те вопросы, которые идут, на те, что я смогу отвечать, я отвечаю, соответственно, то, что это тоже, это очень полезно. Какие нужны будут кадры Skyway Capital? Здесь, друзья, мы сейчас как раз, это одна из функций нашей U-School, которую мы вот сейчас запустили и тестируем, и потом уже проекта U-Projects, это как приложение Transnet, именно площадки из Transnet, это как раз упаковка адресных проектов. И здесь, друзья, не то, что какие кадры нам нужны, то есть в рамках проекта адресного, какие кадры будут нужны, тот и будет развиваться. Поэтому на сегодняшний момент мы через постановку задач будем привлекать тех наших активных партнеров, которые готовы включиться в эту работу, то есть сначала поиск адресных проектов, потом их упаковка, потом согласование их с властями, инвесторами, потом уже размещение и привлечение инвесторов, а следующим этапом это уже строительство, реализация и эксплуатация этих проектов. Это все как раз та задача, которая стоит перед платформой Transnet, и мы ее сейчас реализуем, и соответственно все задачи, которые там будут прописаны, это как раз те кадры, которые нужны. В чем здесь хулиган? Так, и уловил этот Федор 10 раз, задал один и тот же вопрос. Андрей, что там этот Федор задает? Что с проектом в Могилеве? Нет новостей. Ну, честно говоря, друзья, там у нас кто? Черный этим занимается, но, наверное, им надо вопросы задавать, что в Могилеве. В теме адреса проекта Челябинский или актуальность пропала? Федор задает вопрос. Значит, Федор, по Екатеринбург-Челябинске, еще раз говорю, что у нас сейчас формируется единая стандартная логика подхода к адресу проекта, в которую упаковывается через платформу, поэтому этот проект надо упаковать, надо провести всю согласовательную работу с властями и с инвесторами, и когда эта работа будет проделана и станет понятно, что инвесторы готовы входить в проект Екатеринбург-Челябинск, значит, проводить размещение, выпускать токены и, соответственно, реализовывать этот проект. Ничего сложного здесь нет, и этот алгоритм будет относиться ко всем адресным проектам в любой точке земли, которая будет возникать. Сейчас для инвесторов валюта за рубеж в Белоруси требует совершенно отбанк. А это очень много. Будет ли обмен акций на токены тоже требует этого? Нет, никакого разрешения сегодня токенизация в Беларуси не требует. Более того, сегодня, благодаря указам Лукашенко, Беларусь, наверное, имеет одно из самых передовых и законодательских инструментов по работе с блокчейном, поэтому сегодня работа в блокчейне в Беларуси требует никакого дополнительного разрешения. Более того, я могу сказать, сегодня как раз для белорусов это наиболее такая легальная форма работы, легальная форма в Кайве. Так, еще вопросы. Есть ли новости с Арабских Эмиратов? Новости есть. Тут Алик спросил, что с проектом в Могилеве. Я только что ответил, что это вопрос не ко мне. Есть инициаторы этого адресного проекта, соответственно, и эти инициаторы адресного проекта владеют всей информацией. В 2020 году будет решение о выходной плюс год на подготовку. Наталья спрашивает. Запуск с 4 июля или 4 августа? Да, Спартак, правильный вопрос. Я мог оговориться. Запуск на Экофесте 4 августа. Поэтому 4 июля это у нас дата, которой мы должны все готовить, чтобы месяц у нас еще был на тестирование. Но запуск именно пресейла у нас планируется по платформе Транснет на 4 августа. И мы об этом объявим именно на самом Экофесте. То есть это начало именно функционирования, начало запуска вещения на самом платформе. Так, сколько дней Экофест 2018? Значит, ну, 2018, 4 августа, это сама Марина. То, что будет, это тот фестиваль, в котором будут участвовать мы все, как партнеры и как акционеры. Участники проекта. На следующий день, 5 августа, будет наша конференция Skyway Capital. Вот где мы будем подводить итоги, проводить там с определенными мероприятиями, которые намечены еще на вечер. И 6 августа у нас планируется уже такое более узкое, закрытое мероприятие, на которое будут приглашены только уже, скажем так, определенный круг наших друзей и партнеров. И эти, связанные с компаниями RSV или Skyway Invest Group, я сказать не могу. Наверняка они также будут планировать какие-то свои конференции, какие-то свои встречи со своими активными партнерами. Это, друзья, уже каждый определяется и принимает решения по мере своей программы из того, что у вас в приоритетах и чему вам ближе, в чем вы сами хотите участвовать. Что из себя представляет новое место транспорта России? Конечно, интересует его отношение к нам. Сразу могу сказать, что про Skyway он знает. Не понаслышке могу сказать. Его отношение пока, скорее всего, никакое. Но настолько много сейчас текущих проблем, что я очень сомневаюсь, что он в ближайшее время примет какое-то активное участие по развитию проекта Skyway. Поэтому здесь мы никаких иллюзий не строим. Так же, как буквально вчера на меня выходили люди и говорили, что сейчас в Кемеровской области поменялся губернатор, пришел новый человек. И вот как вы ему хотите. Я говорю, знаете что, я с этим новым губернатором знаком побольше 15 лет, это точно. И более 10 лет назад мы с ним реально обсуждали, когда он возглавлял, по-моему, или Остсипуголь, или Якутуголь компанию. И, соответственно, мы с ним обсуждали вопрос по развитию ряда месторождений в Якутии с применением технологии Skyway. Поэтому он очень хорошо знает о технологии, он очень хорошо знает о ее перспективах. Но сейчас, будучи и став исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, у него настолько объем проблем сейчас великий, что большой, что я абсолютно уверен, он не будет сейчас заниматься венчурной инновационной технологией, потому что сейчас просто с текущей проблемой очень сложной. Поэтому, друзья, мы будем развиваться как венчурный, как инновационный проект, исходя из тех правил, которые установлены этим бизнесом, этим рынком. И нам не нужны сейчас здесь ни министр транспорта России, ни губернатор Кемеровской области. Если они становятся нашими союзниками и партнерами, всегда, пожалуйста, мы только рады. Но исходя из того, как государственные чиновники, чтобы они включались в эту технологию, это, друзья, неправильно, по сути неправильно. Поэтому мы сейчас ищем и работаем по всему миру, друзья, те властные структуры, которые заинтересованы по тем или иным причинам, которые готовы сегодня оказывать содействие, но именно с точки зрения организационной работы. А финансировать и развивать это должен, друзья, только частный бизнес, только частные инвесторы. В Skyway не должны приходить государственные деньги, не должны приходить государственные инвестиции. Друзья, это неправильно, потому что это крайне эффективный, очень доходный бизнес, и он должен приносить доход инвесторам, которые в него инвестировали, и которые инвестиции должны приносить доход. По мере того, как это станет более очевидным, поток инвестиций, поток инвесторов сюда будет увеличиваться, что, друзья, за последнее время мы с вами видим, что, собственно, и происходит. Так, фор тут никак не может успокоиться, я по-русски написал СССР, ЖДТ, там у нас люди отмывают 200 миллиардов рублей, ну, не до нас. Да, друзья, еще раз повторюсь, что ни в какие государственные программы Skyway сегодня идти не должен. А все, что он будет строить, только за счет инвестиций частных инвесторов, которые принимают сознательно решения, которые понимают, что они делают, и которые осознанно рискуют своими инвестициями. Это наша принципиальная позиция, и с нее сходить мы не будем. Не знаю, друзья, скорее всего, нет. Опять же, давайте не строить никаких иллюзий. Поэтому, исходя из того, что сейчас Путин узнает и проект начнет развиваться, друзья, не стройте никаких иллюзий. То есть хватит уже, не то, что хватит, у нас очень серьезный, бенчурный, инновационный проект, который финансируется за счет краудинвестинга, то есть большого количества партнеров. Поэтому наша сила в том, что нас сегодня больше 300 тысяч активных акционеров, у нас миллион сегодня зарегистрированных, которые следят за новостями. И сегодня идет процесс, когда люди, которые знают о проекте давно, они сегодня все больше и больше в количестве принимают решения для того, что у нас токенизация, это тот инструмент, который сегодня позволяет, и есть абсолютная уверенность, что инвесторы, которые сомневались войти на тот механизм, который мы отстроили через доли, через акции, через залоговый договор, сегодня их механизм юридической токенизации устроит больше, и токены, которые будут идти в базовый актив, либо в адресные проекты, будет устраивать больше, и на сегодняшний момент заявки от инвесторов на довольно-таки крупные суммы, я это называю больше 100 тысяч долларов, таких заявок сегодня все больше и больше, которые готовы входить именно уже в платформу, а потом в адресные проекты через токены. Поэтому, друзья, для этого в том числе мы и запускаем этот проект. Дерипаску надо привлекать, а тот конец разорится. Давайте, друзья, я думаю, что у Дерипаски свои проблемы, и пускай он их свои проблемы решает сам. Будет ли прямая трансляция, это для тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать лично. Да, мы здесь готовим не то, что прямую трансляцию, мы еще готовим сразу онлайн перевод как минимум на 5 языков, чтобы у нас трансляция шла не только на русскоязычную аудиторию, но и на основные языки, то есть это английский, немецкий, испанский, французский, венгерский, итальянский. И могу что-то еще упустить, вот эти 6 языков, а словакский, то есть это вот 7 языков, на которые у нас будет идти. И в этом году мы прорабатываем очень серьезную такую программу, чтобы у нас весь Экофест освещался уже в таком репортажном режиме, то есть вы увидите онлайн и репортажи, которые будет брать Михаил Кириченко у наиболее ярких представителей, кто приедет. Мы готовим подписание, ряд соглашений в прямом эфире, которые будут проходить именно уже в рамках развития проекта. Поэтому трансляция в этом году, и самое главное, мы еще хотим запустить механизм, чтобы совместить региональные конференции, что кто не может приехать на Экофест, в это время организовывать, скажем, такие аудитории, где будут находиться партнеры, и туда делать трансляцию для того, чтобы был такой коллективный просмотр, это тоже очень интересно будет проходить, а кто-то из региональных активистов будет комментировать, будет делать, те, кто будет находиться на месте. То есть это тоже большая программа, которую мы готовим. Будет трансляция из поверхности земли, будет трансляция с воздуха. Друзья, все будет, я могу сказать, что в этом году Экофест готовится на очень серьезном техническом уровне. Так, первый адресный проект 18.00, какое количество акций Skyway будет всего? Так, ну, друзья, давайте эти вопросы, Николай из Благовещенского, задайте кому-нибудь из своих вышестоящих партнеров. Эти вопросы есть в меморандуме, эти вопросы у нас отвечаются практически на каждом юридическом. Так, Гера спрашивает, когда первые дивиденды? А можно мне такой задать вопрос? Когда будут первые дивиденды? Я тоже хотел бы это знать. Я одно точно могу сказать, что для того, чтобы они были, мы активно работаем. Что с китайским проектом «Шелковый пункт» актуален ли? Ну, насколько я знаю, китайцы активно его двигают, активно работают. Все, что связано с нероссийской стороны, развивается очень активно. Наша точка зрения, никакой «Шелковый путь» без технологии Skyway реализован не может. Все остальное – это просто глупость. Поэтому рано или поздно весь «Шелковый путь» перейдет на Skyway. Так, а обратный выкуп когда? Если понимаются те доли, которые куплены ранее, то планируем начать это до конца 2018 года. Получится у нас это или нет, покажет время. Экофест 2018 последний или ежегодно будет проводиться? Но, друзья, вы рано, так сказать, пытаетесь сказать, что экофест будет закрыт? Нет, следующий экофест будет уже как парад адресных проектов, где мы планируем это, представляете, да, еще не провели этот. Следующий год это будет уже, скажем так, и такая как рок-шоу-презентация наиболее ярких, наиболее интересных адресных проектов, которые будут выпускаться. Ну и второе, как Ильницкий всегда говорит, Марина Горка как эко-технопарк, он стартовал и не имеет конца. То есть не имеет ограничения по времени. Будут постоянно появляться новые образцы подвижного состава, новые образцы путевой структуры, новые образцы инфраструктурных решений. Соответственно, на следующий экофест мы увидим очень много технологических новинок. Вот, я не говорю про этот, на этом тоже вас ожидает очень много. Но еще и произойдет очень много вещей, связанных с адресным проектов. Будут выходы к подходу при покупке токенов. Я уже отвечал на этот вопрос, задаю вопрос про РСВ. Конечно, будут, но непонятно, в это первое решение, да или нет. Мы работаем сейчас над этим вопросом, чтобы у всех, кто вошел в Skyway, неважно через какое окно входа, Skyway Invest Group или РСВ, или Skyway Capital, чтобы они все были в равных условиях. Мы над этим работаем, но пока, как являясь директорами, именно членами сайта директоров Skyway Capital, мы все это сейчас ориентируемся, делаем пока через личный кабинет Skyway Capital. Со временем, может быть, мы привяжем это ко всему остальному, но это надо прорабатывать. Суть вопроса, который идет в диалог между Герой и Тимурой, я пока объяснить не могу. Ждут прибыль, на которую Skyway включит обратный выкуп. Это пишет адресный проект, но, судя по всему, это какой-то, скажем так, засланный казачок, но на этот вопрос я отвечу. Я только что отвечал на этот вопрос в Перископе. До конца этого кода мы планируем запустить обратный выкуп. Планируем. Получится у нас это или нет, зависит от результата работы платформы, именно Транснета, и от того, как пойдет программа с токенами. Если мы все сделали правильно, а мы все сделали правильно, значит, мы вправе ожидать капитализацию и рост котировок. Когда произойдет рост котировок, соответственно, часть доходной части мы будем направлять на выкуп обязательств Skyway, кто захочет их продать на сегодняшний момент. Естественно, что там с какой-то минимальной прибылью, которая говорилась, естественно, что здесь не стоит ожидать о том, что у вас будет выкупать это по номиналу или с большой доходностью. Это все будет со временем, когда будут формироваться уже действительно дивиденды и прибыль. На сегодняшний момент мы, скажем так, работаем и до конца года, скорее всего, реализуем, что те, кто хочет избавиться от своих инвестиций и вернуть обратно свои деньги с минимальной прибылью, чтобы не потерять, мы это будем обеспечивать и надеемся, что до конца года мы реализуем этот подход. Как минимум. Да, правильно люди понимают, что это вернуть свои инвестиции хотя бы с процентом на уровень инвестиции, который прошло за это время. Друзья, над этим мы работаем и что-то мне подсказывает, как говорит наш юный специалист в блокчейне, это у нас получится. Соответственно, какая там будет доходность, какая прибыль, друзья, это ориентироваться по ходу. Самое главное, чтобы инструмент этот работал, и мы как работающий инструмент могли применить. пытались организовать встречу Юницкого и Путина. Это Федор Спрашивает. Я могу сказать, не дай бог, друзья, если такая встреча будет кем-то рекомендоваться или кем-то, то первый, кто будет выступать против, это буду я. Я буду говорить о том, что не о чем сегодня Юницкому говорить с Путиным. Если кто-то считает по-другому, значит, это другая позиция. Поэтому на сегодняшний момент в России нет команды, чиновничьей команды, способной реализовывать такой проект, как сказать. Просто нет. А если нет такой команды, зачем сегодня об этом говорить? Если такая команда сформируется или будут условия, ну, наверное, тогда да. Поэтому на сегодняшний момент надо работать там, где сегодня есть условия, а не биться лбом об эти стены, которые эти чиновники сами перед нами ставят. Можно, если дать не запрещается. Правильно. Ну, тут все правильно пишут, так сказать, зачем. Все, друзья, поэтому все понимают, все правильно. Поэтому так можно, у нас очень много акционеров из Белоруссии, из Казахстана, из Молдавии, из Украины. Точно так же можно задавать вопрос, а когда встречаться с президентом Белоруссии, с президентом Украины, с Казахстана, еще там с кем-то, так сказать. Не знаю, с ними совсем. У нас, друзья, партнеры из 237 стран мира. Если Юницкий будет с ними встречаться хотя бы раз в день, то у него времени на все остальное больше не останется. Поэтому какой смысл встречаться? А вот там, где готовы поддерживать Скайвей, там, где готовы поддержать проекты, там, конечно, да. Поэтому тут больше надо ставить вопрос, когда Путин готов поддержать строительство трасс Скайвей. Если вопрос встанет, тогда Юницкий, наверное, будет с ним встречаться. А встречаться для того, чтобы пробивать тупом, говорить, что поддержите, ну, он может еще в очередной раз сказать, что поддерживает. Как в свое время Медведев сказал. Потом вели ноги унесли. Поэтому здесь, друзья, как раз не стоит на это уповать и не стоит делать из этого каких-то ожиданий. И еще раз повторю то, что я говорил в начале. Друзья, все предпосылки для того, чтобы двигать этот проект по всему миру, у нас есть. Нам не нужны сегодня ни подачки, ни какие-то уступки от Путина, от Медведева, от Назарбаева, от Лукашенко. Тут другой вопрос, что если они будут мешать, или будут мешать их чиновники, значит, там не будет строиться Скайвей, там не будет развиваться Транснет. Выиграют ли от этого эти лидеры или эти страны? Ну, это как в свое время, если бы они встали к грудью и сказали, мы не пустим интернет в Россию. Ну и что? Где бы были эти чиновники? А самое главное, что толку, если бы они не пустили интернет? У нас бы не было с вами тех возможностей, которые сегодня есть. Они обрубят перспективы развития страны. И все. Поэтому, если они этого не видят, это их проблемы. Ну, а в конечном итоге, тех, кто их избирает, на кого они работают. А те люди, которые, те чиновники, те, скажем так, государственные деятели, которые заботятся о нашей стране, как понимают, что нужны инновационные технологии. Поэтому тут спрашивают, что в России там по блокчейну? Ну, как можно разговаривать в России, если председатель Центробанка Эльвира Сахибзадовна Набиулина говорит, что это пирамида, это все надувалово, и все, кто складывает криптовалюту или токены в направлении, это лохи. Ну, о чем можно говорить с этими чиновниками? О чем можно говорить с министром транспорта Белоруссии, который говорит, что Skyway это Оман? О чем можно говорить с этими чиновниками, друзья? Вот, но здесь я могу привести целый ряд шейхов, целый ряд премьер-министров, целый ряд президентов стран, которые считают по-другому. Вот с ними есть о чем говорить. И с ними юнистки встречаются, и с ними ведут переговоры, и на их территории обсуждается запуск проекта. Если сегодня мэр Сэн Бендарнина говорит о том, что я хочу, чтобы проект на моей территории строился по технологии блокчейн, и инвесторы привлекались через систему размещения токенов, друзья, мы с ним партнеры, и он приедет на Экофест, потому что с такими чиновниками приятно работать, и мы с ними сделаем проекты. А вот о чем говорить с председателем Центробанка России, или с министром транспорта России, или с премьер-министром России, я пока, друзья, не знаю. Вот вам ответы на эти вопросы. И завершая, могу сказать, что слава Богу, что у нас есть с кем говорить, друзья, и слава Богу, что из 237 стран, там, откуда у нас есть партнеры, и сегодня знают о Скайвее, у нас есть достаточно разумных людей, которые продвигают Скайвей, которые видят в этом перспективе. Ну вот, друзья, давайте, я считаю, что для сегодня моего такого единого выступления, вы уж извините, что один, вот все вопросы, которые я ставил, перед вами я рассказал, на следующий раз мы уже начнем обучение, и уже будем больше уделять внимание именно тем темам, которые будут идти по обучению Скайвее. На окошечках, то есть на директорах Скайвей Капитала мы за эту неделю потренируемся, будем отлаживать уже механизм работы нашей Youth School, которая работает уже сама на технологии блокчейн. Соответственно, на следующем вебинаре уже расскажем вам, какая реакция, как наши первые подопытные ученики по блокчейну сегодня обучаюсь. Все, друзья, на этом давайте наш вебинар заканчивать. Всего доброго, строй Скайвей, спасай планету, Technology United, технология объединяет. Все, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok